Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня тема про бумеранг. По-моему, давно уже не было, пора обновить. Сегодня с нами колодушка. Одна из новеньких колод, которую подарила мне Оксана Днепр. Большое ей спасибо. Пока что обзор не вышел еще на эту колоду. Я его даже не снимала, потому что загруз идет большой по обзорам. Получается, на очереди стоят много колод. И я стараюсь, чтобы не чаще, чем один раз, может быть, в неделю выходили обзоры, потому что их именно смотрят те, кто занимается Таро. Большая часть зрителей обычно озадачивается и смотрит там только совет из них и так далее. Поэтому я стараюсь, я нахожу время для того, чтобы это снимать. Пока что еще на эту колоду не сняла обзор. Почему? Потому что наслаждаюсь ею. Потому что делаю на ней расклады. И вот пока что как-то все это упорядочить не очень хочется. Пока что в этом хаосе я радостно пребываю. Давайте посмотрим сейчас. Будет ли бумеранг к злодею? Если на эту или другую тему вы хотите индивидуальную консультацию, то в описании к этому видеоролику и в пункте первом прикрепленного комментария вы можете найти ссылочку на видео, в котором подробно с уважением к вам я объясняю, как вы можете получить индивидуальный расклад для себя. Возможные расклады и для жителей РФ, и для тех, кто находится за границей. То есть, в принципе, из любой точки мира, если есть у вас Paypal, то можем с вами делать расклады. Так, давайте смотреть, как сегодня расположатся наши великие и ужасные, если они будут на такой яркой рубашке у нас видны. Вот сейчас и разберемся с этим вопросом. Вот эту колоду подарила мне Оксана Днепр. Она отправила на нее деньги. Я приобрела по своему выбору то, что я сочла приятным и радостным для себя. На первую позицию идет зеленый виноград. Кстати, давно он не был на первой позиции. Вторая позиция у нас замечательный ананас. Третья позиция яблочко наливное. Четвертая позиция атомная клубника. Выбирайте, пожалуйста, как вам больше нравится. Хоть по порядку выкладки. Первая, вторая, третья, четвертая. Хоть по порядку открытия мною. Хоть по потокам, хоть по фигурке. Главное, чтобы узнали то, что вам нужно. И для тех, кто выбрал позицию номер 3. Давайте с наливного яблока начнем. Ну, здесь смотрите. Очень интересно может сложиться ситуация. Достаточно скоро, достаточно быстро. Может прилететь бумеранг. Но человек достаточно большим количеством людей окружен. Которые могут ему помочь. То есть ударить может. И хорошенько дать волшебного пенделя. Но при этом вокруг будут люди, которые будут его спасать. Почему? Ну, может быть потому, что этот человек сделал для них что-то хорошее. И бывает же такое, что люди разные. В разных кругах общения. И своих, допустим, свою семью, своих близких, друзей. Или еще кого-то. Они прям на руках носят. А на работе кого-то обижают. Или наоборот. Допустим, в семье ведут себя как скоты. А на работе там или среди друзей имеют очень большую поддержку. Вот это, видимо, тот экземпляр, который все-таки делает какие-то хорошие. Совершает поступки. И его поддерживают люди, которые будут помогать действительно в тот момент, когда станет плохо. Но здесь бумеранг уже практически в пути. Я вам скажу так. Подкопилось достаточно для того, чтобы ударить хорошенько по щам. Накопилось уже деяний много. Как говорится, заработал человек. Но здесь самое интересное, что может сложиться ситуация из области дуракам везет. Потому что реально здесь есть и хорошие дела, которые по карме, соответственно, могут перевешивать. Давайте относительно того, что в отношении вас совершил человек. Но вы знаете, очень интересная здесь идет история. У человека действительно могут финансами его поддержать. Как-то не дать ему упасть действительно. Не дать потратить больше, чем нужно. Или помочь действительно деньгами финансово. То есть могут даже вернуть какие-то долги как раз в тот момент, когда ему или ей понадобится по именно причине бумеранга что-то финансовое. Так что здесь вот прям вышибать из колье особо не будут. Но я вам могу сказать так, что человек прекрасно сам понимает, что сделал пакость. И человек прекрасно понимает свои проступки, оплошности. Давайте посмотрим, есть ли здесь раскаяние. Но вы знаете, человек приходит к состоянию, когда он понимает, что за все надо платить. И здесь даже зачатки, достаточная мудрость для начинающегося раскаяния, она присутствует. Но пока что вот знаете из области такая позиция, когда ну может пронесет, а может ничего не будет. Ну виноват, ну вот как-то человек даже не столько раскаивается, хотя намеки уже на это есть. Сколько понимает, осознает свою неправоту в определенных ситуациях и боится того, что прилетит. У кого-то это вплоть до панических атак может прорабатываться. То есть человеку может что-то даже снится. Там допустим снится, как вас обидел или какие-то последствия. Или то, что с ним что-то не очень хорошее происходит. Это очень даже может быть. Здесь вот уже у человека есть этот процесс. Но я вам могу сказать, где наострил сам этот человек, ему хамством ответят достаточно жестко. То есть его поставят на место, его проучат. То есть здесь в отношениях будет история, когда не на того напал. То есть если вам когда-то человек высказал какие-то гадости, пакости, и вы там обиделись, расстроились, ушли плакать. То здесь попадется такой человек, который плакать не пойдет. Причем это может быть даже достаточно близкий человек, который тоже в ответ парирует так, что мало не покажется. То есть наслушаться может прям вот от и до. По самое не балуйся. Наслушаться человек прям может. Здесь такая история. Ну здесь реально, здесь человек понимает, вот осадок на душе от того, что произошло, однозначно остался. Возможно между вами были достаточно хорошие отношения в свое время. Ну или сейчас косяк просто какой-то всплыл. И тут та ситуация, когда человек реально переживает, и человек боится, что получит по заслугам. Боится, что теперь ему придется отвечать за то, что он отворил, за то, что сделал. Давайте так вот, готов ли отвечать. Ну будет оспаривать. То есть как боится, но еще не готов к ответу. Общие перспективы для него. Ну смотрите, здесь движение началось. Уже процесс пошел. И у человека не получится что-то сделать, что он или она планировали. Здесь будет такая история, когда человеку надо будет куда-то ехать. В общем каким-то образом пытаться реализовывать свои планы. Но у него это не получится сделать. Его что-то остановит. Сорвется какая-то поездка. У кого-то за рубеж в том числе и поездка сорвется. Причем достаточно жестко. И человек будет расстроен от того, что так происходит. Ну плюс ко всему, ему могут предпочесть кого-то другого. Кто-то ценный для него уйдет из его жизни. Уйдет от общения с ним. Или от каких-то договоренностей. Ну смотрите, здесь вам такая рекомендация как можно более легко отнестись к тому, что происходит. Не пытаться искать какие-то большие символы, какие-то особые моменты информации. То есть вот здесь не заморачиваться особенно и не искать вопросов какого-то алгоритма кармы в том, что происходит. Не грузиться по поводу этого человека и не пытаться научить его, сообщая ему, что вот ты понимаешь, Ванечка, вот тебя сейчас там буквально проучить собираются. Вот ты там неправ, допустим, в том-то и том-то. То есть вот здесь не надо не особо жалеть человека, не приносить его как будто бы ритуально в жертву. Называется, вот ты для меня что-то сделал плохое или со мной. И вот теперь ты будешь жертвой в том, что будет происходить дальше. Так тоже не делайте и не убивайте свою жизнь на то, чтобы человека встряхнуть, на то, чтобы ему что-то высказать или доказать. Постарайтесь попроще относиться к тому, что происходит. Чем более легко вы будете об этом думать и чем больше вы будете думать о себе, а не об этом человеке, тем лучше будет. Оцените свои страхи, а чего боитесь вы в этой ситуации. Используйте новые шансы, которые позволят вам сохранить то, что вам принадлежит. Интересный расклад получился. Причем здесь вот могут быть даже между достаточно близкими людьми или ранее близкими людьми. Вот эта вот история. Для тех, кто выбрал позицию номер 1, давайте посмотрим, что тут у нас. Вы знаете, вопрос, кстати, решается. И ведутся уже не совсем хорошие разговоры о том, чтобы волшебного пинделя нападать. Но пока это на начальной стадии. То есть, если человек сейчас и ощущает какой-то большой волшебный пиндель, то это только первые намеки на соприкосновение кирзового сапога с величественными ягодицами. Это сейчас как будто бы тренировочный какой-то процесс, когда человеку как бы намекают на то, что может произойти дальше. Пока что в полной мере не ощущает. Но зарождается уже в пространстве та история, которая может принести человеку убытки. В плане бумеранга может бить в том числе по финансовой сфере достаточно серьезно. А, соответственно, из-за того, что будет нарушена финансовая сфера, очень сильно человек будет переживать и эмоционально. Вот это тоже здесь есть. Вы знаете, самое интересное, вот бывает кого-то понервируешь немножечко. У человека там гипертонический кризис, что-то там случилось. Таблетки сидит, пьет. Здесь вот не так легко человека взять на эту ситуацию. Здесь не так легко человека вывести из равновесия физически. Но финансово ударить по нему очень даже возможно. Причем придется ему, скорее всего, добровольно, добровольно, принудительно тратить свои средства на тех, кто ему достаточно близок. Как будто бы вложение в свою жизнь личную, на какую-то поездку, переезд. Придется человеку закрывать некий банковский вклад, потому что, возможно, ему нужно будет переезжать или заниматься автомобилем. Здесь вложение денежных средств, но не в здоровье, а именно либо в машину, либо в переезд. И еще может быть история, когда вкладывается в своих близких, как будто бы жертвуя деньги им, без какой-то гарантии того, что эти деньги вернутся обратно. Вот такая тут история очень даже может быть. Осознает ли человек... Вы знаете, кстати, не осознает на полную катушку своей какой-то неправоты человек. Он немножечко через розовые очки смотрит на то, что сделал сам. Ну, человек, я говорю, это может быть и женщина. Или как там в поговорке, женщина не человек. Но история тут такая, что у человека действительно понимание того, что неправ, нет. Очень сложно дается осознание того, где сам накосячил. По поводу того, как относится к окружающим накосячившим. Но их он не всегда замечает. Вот какой-то такой, знаете, вижу цель, не вижу препятствий. Общие перспективы для человека. Но здесь вот больше финансовая сфера все-таки страдает. Причем финансовая сфера, она страдает по совместительству с лишними, с личными отношениями. Когда не столько убытки у самого человека, сколько он должен погашать или что-то необходимое покупать для тех, кто ему близок. Вот вплоть до того, что там ребенок сломает велосипед какой-то дорогущий, горный. Придет, скажет, пап, надо покупать его там или надо чинить. А это не подлежит ремонту. То есть вот какая-то такая история, когда называется и не хотел, но потратился. У кого-то имя Вениамин здесь приходит. Великолепная композиция. Так, давайте вам здесь в этой ситуации. Ну, вы знаете, делать вид, что вы ничего здесь не можете сделать, тоже не нужно. Если вы говорите о своем прошлом, то пора ждать просто сидеть новостей. Ну, то есть погружаться очень серьезно в эту историю не надо. Но новости сами к вам придут. Также не забывайте принять помощь. То есть здесь, знаете, может быть еще какой выбор. Либо человеку дается бумеранг, либо часть этого бумеранга, вместо того, чтобы ударить по нему, приходит к вам в виде материальной помощи, материальной выгоды. Какого-то хорошего поступка другого человека по отношению к вам или этого же человека. То есть здесь вот вы можете решать. То ли принять для себя что-то хорошее. То ли сказать, да мне ничего не надо, мне там не нужно каких-то денег, которые могли бы свалиться просто на голову, да, с неба радостно. Мне надо, чтобы его наказали. То есть вот здесь вот будет зависеть от вас, от вашего восприятия. Вы себе сейчас признаетесь, чего вы хотите. Вы хотите, чтобы человек этот пострадал? Или вы хотите получить какую-то компенсацию? И вот если вы согласитесь с тем, что там, ой, допустим, этот Джорик там здоров, будет жив-здоров, лучше я себе машину куплю, например, да, то это может отыграться очень интересно для вас в этой ситуации. Подумайте, что для вас важнее. Я сейчас не читаю никому нотации, не говорю о том, что надо быть благородным, и надо смотреть в свой карман. У всех людей разные бывают обстоятельства в жизни, и обижают по-разному. Иногда можно даже сказать, что мне никакие деньги не нужны взамен, я хочу, чтобы этого балбеса потрепали за шкирку хорошенько и порадоваться. Такое тоже бывает. А бывает такое, что, ой, да ну его пусть живет как хочет, зато у меня будет что-то хорошее новенькое. Здесь, смотрите, и то, и другое неплохо, просто главное вам понять, что для вас в приоритете. И как вы пожелаете, скорее всего, так и будет. То есть вы, да, вы здесь можете распоряжаться реально энергиями, особенно финансовыми энергиями. Своей харизмой взять можете о-гу-гу. Для тех, кто выбрал позицию номер 4, атомная позиция. Ну, знаете, здесь человек-везунчик. Сказать, что прямо ему по балде прилетает, вот не можно так сказать. Потому что умудряется, да, вот как-то, может быть, слегка мутненько и эмоциональненько, но выкрутится. Человек достаточно мудрый, но, вы знаете, вот на каждого мудреца довольно простоты. И здесь может, кстати, еще история быть, что на каждую хитрую найдется с винтом. Поэтому здесь вот та ситуация, что пока что везет. Ближайший месяц-два вот может быть ситуация, когда просто везет, вот как-то пролетели. Буквально, что там на светофоре не врезались в зад, потому что вылетели там на обочину. Да, там вот какая-то такая история, когда прямо вот свезло, как говорят. Вообще, человек, я вот вам так могу сказать, какой-то везунчик такой по жизни интересный. Причем он везунчик от того, что он ментально вполне неплохо ощущает, что происходит. И, видимо, он ментально выстраивает свое поведение, знаете, как не доводит до крайности в какой-то момент. Понимает, что сейчас уже так прилетит, что мама не горит. Идет и делает доброе дело, да, вот какое-то. Может быть, этот человек даже интуитивно производит. Поэтому сейчас пока что вы можете, конечно, злиться, обижаться, там говорить, вот, а что он все делает, а ему ничего за это не будет. Другие вон что им ничего, а я как что, так мне сразу вон что. Поэтому здесь вы должны понимать, вы можете даже расстраиваться, да, вот из-за этого, что что-то там не прилетит. Но пока что здесь карты именно ложатся и говорят о том, что человек-везунчик и закрывает вот его, это везение от окружающих каких-то перипетий судьбы, то, что умно поступает. Вот ощущение, то ли это природный жизненный ум какой-то интуитивный, то ли это знание в определенной сфере. То есть, например, человек, ну я там не знаю, занимается в зоопарке змеями, там в каком-то террариуме. И он за счет своих знаний избегает того, что его травмировали, да, того, что его там ужалили и прочее. Вот такая вот как будто бы история, то есть входит по краю ножа буквально. Но пока везет. На ближайшие пару-тройку месяцев давайте посмотрим. Вы знаете, пока что нет. Вот по этой позиции, может быть, вы ждете, конечно, и говори, и хочется сказать, бумеран как будто бы был в пути, но резко на всем скаку остановился, потому что опять какая-то везуха вышла у человека, и опять как будто бы пролетел он. Если финансовые будут какие-то небольшие, да, вот травмы его кошельку, то это все достаточно легко как-то избегается, как-то исправляется. Вот здесь для него это ложится как незначительная какая-то потеря. Если говорить о личных взаимоотношениях, ну здесь, вы знаете, баба с воздуха были легче. Смотрите картинка. Баба с воздуха были легче. Вот ощущение, что кто-то уйдет от этого человека, но он особо не расстроится. Называется, а, Леночка, ты пошла? Ну давай, 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 до свидания. Как-то человек даже будет понимать, что, ну да, заслужил, но у меня еще в запасе есть тут кое-что. Называется, этот друг перестал со мной общаться, перестал звонить. Ну окей, у меня там еще в книжке 100-500 телефонов, надо будет, позвоню кому-то другому. То есть вот здесь такой неунывающий какой-то товарищ, вы знаете, бессмертный прям какой-то, Дункан Маклауд. Ощущение, что пока что вот именно эта судьбоносность какая-то в его удачливости, она есть рядом с ним. Ну и по здоровью никаких новых вариаций здесь у человека не будет. Если человека укачивает, ну вот может быть дорожная такая болезнь. Это если куда-то едет, и если он склонен именно к укачиванию. Ближайший месяц, два месяца даже, пока что будет оцениваться его поведение на дороге жизни. Как он будет относиться к тем людям, которых он встречает. Как он будет вести себя с теми, кто вообще в жизни ему встречается. И от этого, возможно, будет зависеть дальше ситуация. Ну не знаю, кому понравилось, не понравилось. Вопрос не в том, чтобы понравилось вам то, что вы услышите, а вопрос в том, чтобы вы понимали истинную картину. Соответственно, этому вы будете правильно себя вести. Здесь смотрите, не опускайте руки, не останавливайтесь в том, что вы делаете. И пытайтесь все-таки сохранить свое. Не отдавайте какую-то, да, как растрату. Ой, да пусть забирает, такой удачливый, ну пусть, значит, заберет. И это у меня, это нет. Вы свое должны сохранить. И со здравой долей юмора вот именно к этому отнестись. Здесь может быть даже, вот смотрите, что у вас. А вы похожи с этим человеком. Смотрите, что творится, что деется, что деется. Смотрите. Ничего не напоминает одно другое. У человека ложится, да, вот он сам собой довольный. И интеллектуальная составляющая перекрывает. И у вас та же самая история. Вы владеете своим разумом, вернее, своими эмоциями через свой разум. Все одно и то же. Особенно, если вы мужчину загадали, а вы женщина, вообще 200% проигрывается. То есть здесь ложится кубковая и мечевая карта сразу. Вы очень похожи. То есть, в принципе, вот ощущение такое, что вы друг друга стоите. Не в том плане, что вы там плохая такая же или плохой, как этот человек. А в том смысле, что вы достойные оппоненты друг для друга в этой ситуации. И если сейчас столкнутся энергии, видимо, и вам тоже не поздоровится. Поэтому, наверное, его пока удача вот так вот и спасает. Для того, чтобы по вам тоже не шандарахнуло по касательной. Такая тут история, друзья. Ну, конечно, первое, второе, третье компот. Компот нынче ананасовый. Кэп очевидность у нас. Давайте смотреть, что. Ну, здесь очень даже да. Причем, возможно, человека уже без ножа режут. Вот такое ощущение, что человек вот прямо отхватывает. По самое, не балуйся уже. Что отхватывает? Ну, или вот буквально уже он на пороге. К этой ситуации. Влияние через женщину идет. Какую-то здесь. Давайте смотреть, что будет происходить дальше. Вы знаете, нервы человеку однозначно потрепят. На работе может быть очень большой скандал, большая склока. Плюс сокращения могут быть на работе. Причем будут младший персонал. Какой-то увольнять, выгонять. Или, вот знаете как, когда человек стоит в пищевой цепи не на первом месте, а где-то там в хвостике вот этой цепочки, он будет как пострадавший выходить во всем. Неважно, работает. Оно больше в финансовой сфере здесь. Причем настолько человек может быть нервным из-за денег, из-за финансовой сферы, от того, что происходит, что даже может заболеть. Сердечно-сосудистые заболевания. Ну, у кого-то, знаете как, то лапа ноет, то хвост отваливается. Вот это прямо однозначно здесь. Человек может нервами себя до такого довести, что просто свет мил вокруг не будет. Неудачная покупка какая-то. Обман при покупке. Через какую-то ложную рекламу. Без возможности возврата. Очень интересная история. Или покупка со скрытым дефектом, который проявится после двух недель обладания. Этой покупкой. Но вы знаете, здесь вот на человека произведет это такое большое впечатление. Может крупная какая-то покупка, например. Но здесь вплоть до того, что может и накрыть ситуация с сердцем. Там сердечные боли, тахикардия. Вплоть до того, что ну и аритмия здесь тоже может по таким сочетаниям проходить однозначно. Болезни, которые касаются аллергических реакций. То есть здесь будет человек понимать, что аллергия на жизнь вообще просто началась. Аллергические какие-то проявления на ровном месте. И на это потратить достаточно много денег. Потому что будет здесь именно проводить некие платные исследования состояния своего здоровья. Потратит много. Прямо вот смотрите, вплоть до депрессии. У человека жесткая история вплоть до депрессии. А в этой депрессии ему еще вместо того, чтобы его пожалеть, прилетит от близких. То есть вместо того, чтобы его пожалеть, близкие ему еще устроят раскардаш. Здесь будет такая история, что Валерочка, ты сидишь плачешь, да задолбала ты плакать уже. Кто тебя там жалеть будет, да? И человеку будет еще обиднее, еще больше отчаяния будет от того, что вот и так плохо. Еще вы там, допустим, самые близкие люди или те, у кого я надеялась, надеялась получить какую-то поддержку, понимание. Вы мне еще волшебного пенделя выдали. И от этого по здоровью прям вообще груст, печаль начинается. Человеку предстоит о многом подумать в жизни, потому что реально здесь сейчас ему просто будет... Если вы делали, кстати, откаты, если вы делали ритуалы на воздаянии и так далее, то здесь та история как раз-таки, когда эти ритуалы сработают. И сработают хорошо и будут достаточно жестко проявляться по отношению к этому человеку. И это будет заставлять подумать над тем, что происходило, и искать причинно-следственные связи. Вам очень активно начинать что-то новое не надо. То есть, если вы уже делали какие-то ритуалы, оставьте все как есть. Сделали и прекрасно, и хорошо, и замечательно. Сейчас вам нужно идти своей дорогой. Давайте посмотрим, куда. Вы знаете как, если вы не хотите расставаться с этим человеком, то поймите, когда для вас уже будет такое ощущение, что все, хватит. Нервы потрепали, и ладно. Можно как-то уже восстанавливать то, что между нами происходит. Постарайтесь наметить себе цель и двигаться к этой цели. Понимая, каков ваш ресурс этого движения. То есть, вы должны четко понимать, вот я еду, допустим, там за 300 километров от дома, а бензина хватит, а по дороге есть заправки, или мне надо еще канистру взять. То есть, вы должны финансовую составляющую, любого ресурса, а время у меня есть, а хватит у меня времени для того, чтобы разбираться в этой ситуации. И когда вы поймете, что хватит, можете уже двигаться. Выбирайте другой путь. Вы имеете право полностью, да, вот пустить человека по ложному следу, и не докладывать ему, что конкретно вы собираетесь делать. Это даже вам в этой ситуации пойдет в плюс. Вот такая, друзья, у нас история. Шикарные, красивейшие колоды. Интересный, очень расклад на бумеранг. Казалось бы, тема одна и та же, а каждый раз, когда смотрим, есть что-то новое, есть какая-то новая трактовка, есть новые жизненные ситуации у людей, потому что, понятное дело, что типичные какие-то ситуации, они, естественно, есть, но иногда люди удивляют чем-то новеньким. Вот это новенькое сегодня мы с вами увидели. Я желаю всем удачи и благополучия. На адекватные комментарии поставлю сердечки и талисманчики, которые будут вам поддержкой в вашей ситуации, если вы правы, но что-то не ладится. Всем хочу пожелать удачи, благополучия. До встречи. До свидания.